Очень приятно. Будний день, пятница. Не знаю, как у вас пятница проходит, у меня это обычный рабочий день, а сегодня вот вдруг такой правильный день в такой прекрасной компании и просто наслаждаться. У Лены, у вас как-то получилось? Обычные мероприятия, конференции, все как-то так интенсивно, и не то что суета, но подготовка, а здесь как-то все на релакс. Я просто отдыхаю, поэтому огромное спасибо, рада всех видеть, кто здесь есть, прекрасное время, я буквально несколько минут хочу сказать то, что сейчас в моем сердце, то, что мне говорит Господь, потому что мне очень нравится, мы с мужем часто это говорим, что Господь часто дает откровения, ты слышишь, тот, тот, тот об этом проповедует, думаешь, так это же я вот получила, я только об этом проповедовала, и тот об этом проповедует. А я вижу, что Господь дает слово своему телу, своей церкви, то, что сейчас нужно услышать. И в прошлом году, Дамил, я как раз проповедовала об Охоледе на День Матери, это было такое очень яркое слово, которое тоже мне дал Господь, о ее борьбе со страхом. И то, что вот сейчас я чувствую, пару минут хотела с вами поделиться. Вы знаете, мы очень часто, вот мы женщины, ну, мне кажется, мы более самокритичны, мы очень часто говорим о том, с чем мы боремся, над чем мы работаем, мы очень часто говорим о каких-то как бы негативных вещах, от которых мы хотим избавиться, очень часто говорим о каких-то позитивных качествах, которые мы хотим приобрести. Но мне кажется, что это все очень взаимосвязано, потому что мы как сосуд, который чем-то наполнен, и чтобы что-то вынуть, нужно вместо этого что-то другое положить. Мы не можем быть пустыми, мы не можем быть вакуумными. Поэтому, когда мы говорим о вере, когда я смотрю на себя и говорю, Господь, вот я являюсь женщиной веры, есть ли во мне вера? Господь показывает мне вещи, которые не пускают веру, которые препятствуют вере. Очень часто в Писании, я обратила внимание, есть такая фраза, не бойся, только веру, и увидишь славу Божию. Вы знаете, я увидела, что вера и страх, это одно и то же. Они так взаимосвязаны, вера и страх, они же, ну, мы все это знаем, конечно, я не хочу вас научить или открыть какую-то велику истину. Мы все знаем, что вера и страх, это абсолютно одно и то же. Они действуют по совершенно одинаковому принципу, только вера это со знаком плюс, а страх это со знаком минус. Когда человек чего-то боится, он просто рисует себе негативную картину, когда он этого боится, он об этом думает, он в это начинает верить. И очень часто это приходит в его жизнь, потому что то, во что мы верим, оно приходит, оно действует точно так же. И я увидела это ярко также на примере Марты. На примере Марты я вообще много лет уже считаю себя адвокатом Марты. Я ее защищаю всегда, я преподаю в курсе консультирования душопечительства, и говоря о мотивационных дарах, о том, что Господь на всех сотворил по-разному. Я говорю о том, что у нас есть такой вот негативный, как бы Мария хорошая, духовная Марта плохая. То я ее всегда защищаю и говорю, у Марты просто другой дар. Она вот, как она видит через свои очки, своими глазами, как она видит мужу. Мария видит, что к ним пришел великий учитель, она скорее с конспектом у его ног. А Марфа женщина, ее Господь так все-таки говорит, она видит толпу голодных мужиков, которых на дороге надо. Но это как бы отдельная история. Правильно, но Иисус помогает нам всем правильно расставить приоритеты. Там не написано до конца, но я думаю, что после того, как он проповедовал и читал Марфу, он Мария сказал, теперь иди картошку чистить. Потому что нам всем нужен в жизни баланс, правильно? Но сейчас я немножко дальше продвинусь в истории с Марфой. Я верю, что и Марфа, и Мария, они обе любили Господа, они обе учились у него. Марфа не только картошку чистила. Вы знаете, у него были очень правильные теологические взгляды и верования. Но потом в их жизни случилась трагедия, умер ее брат. Она знала, как только он заболел, она знала, где искать ответ. Она знала, что нужно срочно послать за Иисусом, потому что в ее сердце была твердая вера в то, кто он есть, что он может его исцелить. И они послали за ним, а Иисус замедленно не пришел, и брат умер. И вот в ее, вот это был тест ее веры, в ее сердце было, я уверена, было глубочайшее разочарование. Потому что первые слова, которые она сказала, когда Иисус все-таки пришел, она сказала, если бы, вот если бы, я же знаю, что ты можешь. Она не сомневалась, она не говорила, значит, ты не сын Божий, ты не способен исцелить. Она знала, у нее были правильные верования. Она говорит, вот если бы ты не опоздал, не умер бы брат мой. А Иисус сказал ей, я, есть в воскресенье жизнь, если будешь веровать, воскресни в брат твой, я дам жизнь. Веришь ли сему? Знаете, что она ему ответила? Конечно, вы знаете. Она сказала, верю, Господи, что ты Христос, Сын Божий. А он ей другой вопрос задавал. Он сказал, а веришь, что твой брат воскреснет? Вот в это ты веришь или нет? Вы знаете, мы все, у нас много лет в Господе, сколько бы ни было, мы читаем Библию, у нас у всех правильные верования, правильные взгляды, мы все знаем, как надо. Но вот когда дело касается меня, когда дело касается моего ребенка, когда дело, мы служители все, да, мы служим, когда дело касается моего брата или моей сестры, когда дело касается моего брата или моей сестры, которые я знаю, что они мертвые, нет там жизни никакой. Есть вокруг нас люди, бывают, к сожалению, я не хочу это сказать при возношениях опустительных, но есть люди, от которых воняет, смердит в их жизни столько гарбича, столько мусора, столько греха, что от них просто воняет. И вот Господь мне задает вопрос, Он говорит, я знаю, что ты теологически знаешь, кто есть Сын Божий, и что ты грядущий в мир Мессия, я знаю, что ты знаешь. А вот веришь, есть у тебя вера, когда ты смотришь на сестру или на брата, которому ты пытаешься служить, от которого уже смердит. Веришь, что я могу его воскресить или нет? Поэтому я верю, что женщина веры, это то, что мне говорит лично Господь, и поэтому я этим верю с вами. Я хочу быть не просто женщиной веры, которая знает и верит. Я хочу, чтобы это работало в моей жизни, я хочу, чтобы моей веры хватало и на мои вонючие ситуации, простите за это выражение, и на моих братьев и сестер. Веришь, что? И он сказал, знаете, что он сказал, если будешь веровать, то увидишь славу Господу. Сейчас больше, чем когда-то, вот во мне лично Господь возбуждает такую ревность и такое дерзновение. Понимаете, я сейчас не хочу, чтобы люди разводились или чтобы были проблемы, не потому, что мне стыдно, что у нас в церкви, не потому, что мне стыдно, что я не смогла своим консультированием помочь. Во мне большая ревность, я не хочу, чтобы дьявол одержал победу. Я молюсь и говорю, Господь, я хочу увидеть Твою славу в этой ситуации. Поэтому для этого мне нужна сильная вера. Какая бы ни была милая ситуация, он мне говорит, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. Поэтому я в этом процессе, я прошу Господа, чтобы он наполнил меня, я хочу стать именно такой женщиной верой. Не только для себя, я верующая не для того, чтобы просто пропуск попасть в рай или чтобы своих деточек спасти, но чтобы нашей веры хватало на наших братьев и сестер. Веришь, что Твой брат воскреснет? Веришь, что Твоя сестра воскреснет? Веруй. Вот если будем веровать, мы увидим славу Божью.